Мы сегодня с вами беседуем на очень серьезную тему. Я всегда волнуюсь, когда начинаю этот семинар, потому что у каждого человека есть знания. Каждый человек, специалист, как говорят, как правильно готовить, что вкусно, что не вкусно, все люди знают это, каждый по-своему. Все люди знают, что такое красивое и что такое некрасивое. И каждый человек так же сам считает, сам понимает, в чем заключается его собственное предназначение. Никто лучше его самого это не поймет. Поэтому, естественно, если сейчас я буду на эту тему с вами говорить, то у вас обязательно будет свое мнение. Вы будете сами как-то думать насчет этого, решать. Но цель этой беседы — понять себя глубже. Мы как-то себя понимаем. Но глубже в себя понять непросто. Для этого нужно изучать, понять что-то, связанное с сознанием человека. Потому что в современной науке, в современном мире люди изучают математику, физику, химию, менеджмент, финансы и так далее. Но самое главное, с чем мы имеем дело в своей жизни, мы имеем дело с человеком. Человек — это очень глубоко. И изучать человека надо так же очень глубоко. И этот храм, в котором мы находимся, представляет древнюю медическую культуру, которой уже более пяти тысяч лет. Эта культура, она раньше была в всем мире. И она, это очень глубокая культура. В основном, все религиозные традиции представляют главную высшую цель жизни. Они говорят о Боге, о служении Ему, как достичь совершенства. Это Библия, Коран, Тора и так далее. Это очень возвышенные произведения. Но медическое знание, оно не ограничивается рассуждениями только о высшей цели жизни. Оно говорит о многих сферах жизни человека, которые крайне важно знать. Ну то есть оно описывает целую жизнь человека очень глубоко. Я изучаю более 20 лет это древнее знание, медическое. Во всех его аспектах, как в духовном, так и в профессиональном. За 20 лет я создал небольшайшую методику лечения, основывающуюся только на тонком и психическом теле. Мы используем тонкое тело как прибор для диагностики человека, а также основываемся на нем в плане лечения и диагностики. Ну то есть ум человека способен диагностировать другого человека, если я это серьезно изучаю. И я как раз этим занимаюсь. И поэтому мне несложно понять тонкую природу человека. И я поэтому преподаю эти вопросы. Стараюсь касаться того, что я знаю в своей преподавании. Я хотел бы рассказать немножко такую небольшую теорию. Я также хочу сказать, что я буду стараться преподавать в ведическом ключе. В древней культуре лектор монотонно не говорил. Он в древней ведической культуре, даже если вы придете утром на традиционную лекцию ведическую, вы увидите, что там сначала поют, и во время лекции читают стихи ведические на санскрите. Лекция представления древних людей, древней культуры, это не просто болтовня. Она должна включать эмоции и внутренние чувства человека. Поэтому я пою на лекции, шучу. Ну то есть я стараюсь считать лекции так, чтобы вам было весело, приятно это слушать. Вы не должны удивляться, если вы это увидите. Я необычный лектор. Я стараюсь следовать древним традициям, правилам. И поэтому лекции дядут за три часа, и люди не устают за три часа. Они слушают, слушают, им интересно. В древней культуре люди сидели неделями и слушали. И должны за три часа. Это произведение, которое читается каждый день здесь, полтрам. Оно читалось без перерыва семь дней и ночей. Люди не спали, не ели, не пили, просто сидели и слушали. И все, кто его выслушали, они очистились от всех грехов и отправились в духовный мир. Это очень важно знать такие вещи, что такое бывает. Итак, древнее знание утверждает, что психика, ну что человек, он имеет три тела, три строения, три другую структуру. Прежде всего мы душа. Душа. Вот что такое душа? Вряд ли кто толком скажет. Но мы сейчас буквально за пять минут поймем, что такое душа. Очень быстро. Вот когда вы видите в человеке чистоту, это душа. Когда вы видите в нем честность, порядочность, верность, красоту. Когда вы видите в человеке доброту, скромность, решимость, твердость характера. Способность выполнять свои обещания. Когда мы видим в человеке отзывчивость, желание помочь, это все только проявление его души. Эти качества характера не могут идти просто от психики человека. Психика, она способна только наполниться этими чертами характера, или чисто, или грязно. Но все эти черты характера являются признаками только души. И они имеют вечную природу. Они никогда не стареют и не умирают. Человек никогда не перестанет быть честным со старостью. Человек не становится менее честным. Если человек добрый по природе, он со стареет и становится менее добрым. Если человек щедрый, он с возрастом не становится менее щедрым. Человек, понимаете? Тело стареет, оно теряет свою силу, красоту. Но душа, она вечно живет в человеке. И она остается всегда такой же молодой, какой и была. Поэтому главное предназначение человека — всегда оставаться душой. надо всегда оставаться душой. Потому что самое ценное — это душевные качества. Самое ценное, что есть у нас, это душевные качества наши. Это самое первое и главное предназначение человека. Потому что душевные качества не стареют и не умирают. Они точно так же, как искра разгорается от огня, как и человек, соприкасаясь с чем-то возвышенным, с Богом. Он разгорается, как душа с каждой жизнью, все сильнее и сильнее. Память о чистоте не уходит со смертью тела. В новой жизни мы получаем те же качества, которые в мире в прошлое, те же чистые и возвышенные. И поэтому вкладывать в свои качества характера является главным предназначением человека. Человек должен становиться чище, возвышеннее, красивее в сердце. И это останется с ним навсегда. Это никогда не стареет. Поэтому это самое главное. Был такой мудрец, Ченаки Бандитов, говорил, что если человек вкладывает в духовное знание, то есть изучение, что такое душа, то он самый большой богат на Земле. Потому что его богатство никак не может быть разрушено. Оно не зависит от проливания валюты и от финансовых кризисов. Это богатство не зависит от того, что он оставил тело или не оставил. Оно всегда с ним остается, это богатство. Богатство чисто при сердце. Второе тело человека — это психическое, тонкое тело. Если духовное тело предназначено для счастья, для любви, для знания, глубочайшего знания о себе, о Боге, о Вечности, об этом мире, глубочайшего знания, то тонкое или психическое тело предназначено для жизни в этом мире. И большинство людей поднимает под словом предназначение как раз связь именно с тонким телом. Потому что профессиональные навыки, способность быть матерью, способность быть отцом, способность найти свое любимое дело — это все находится в тонком теле, в психическом теле. Тонкое психическое тело, оно слеплено по образу и подобию духовного тела. Так же, как есть чертеж у этого здания, здание имеет материальную форму, но есть тонкая форма здания. Точно так же психическое тело, оно имеет тонкую природу, невидимую, но у него есть еще духовная форма, у психического тела, духовная форма. Но разница заключается лишь в том, что когда здание строят, то много погрешностей возникает от того, что строители могут быть безответственные или материалы плохие. И поэтому в тонком психическом теле есть отличия от духовного тела, которые связаны с нашими грехами. Чем больше грехов, тем больше отличий. Чем меньше грехов, тем больше тонкое человека подходит на духовное тело, подходит на духовное. И человек становится так же в его психике благостной, как говорят, благостной. Благостная психика означает, что у человека хорошее здоровье, спокойный характер. Он даже когда устает, не нервничает, не психует, ведет себя адекватно. Он в гармонии находится с этим миром, человек гармонично все воспринимает. Он хорошо относится к женщинам, к мужчинам, детям, старикам, ко всем своям обществу. Вы, наверное, с дороги устали, да? Нет. Нам надо будет лепить уже. Чуть-чуть сегодня, может быть, тяжело. И когда человек очищает свое психическое тело, то он становится счастливым, живя в этом мире. Когда человек очищает свое духовное тело, то он просто становится счастливым. Он может сидеть себе где-нибудь в шалашике, и у него все классно. У него нет проблем вообще никаких в жизни. Он может как угодно жить, где угодно. Ему нужно минимум еды, минимум воды, минимум воздуха, все по минимуму, и много духовного счастья. Это называется совершенная жизнь. Верка к речению. Верка к речению. Но обычно такие людьми сидят в шалашах, как они все равно служат, потому что природа души или духовного тела это служит. Человек, который очистил свою душу, он не высидит в шалашике, потому что он хочет служить, он хочет любить друг друга, давать им знания, давать им счастье и так далее. Помогать всем. Поэтому по-настоящему духовно развитые люди, они всегда активны. Ну и с точки зрения материального ничего не надо. Однако же психическое тело, когда очищается, оно приносит счастье, гармонию с этим миром. Приносит возможность гармонично существовать, быть эффективным в этом мире. Не болеть. Психически и физически. Потому что тонкое тело управляет физическим телом, грубым телом. Вот это грубое тело. Но грубое тело это машина, в которой я еду. Это не я. Если у меня отрезать руку, я остаюсь тем же самым человеком или другим становлюсь? А если в другую руку? А если одну ногу, другую ногу? Я знаю, что один негр живет, у него половина головы отрезал. И он же остался. Он чувствует себя тем же самым человеком. Все то же самое, только без половины головы. Если предположить, что отрезал вторую половину головы, а эту оставил, тот же самый человек. Вообще, некоторые живут с искусственным сердцем, с искусственным печеньем, почками. И все тот же самый человек. Я ни голова, ни сердце, ни почки, ни печень, ни рука, ни нога. Я останусь тем же самым человеком. Это значит, что я не тело. Я не тело. Тело — это машина, в которой я живу. Но эта машина наполняется сознанием, души. И поэтому я дорожу этим телом. Это не просто, как обычная машина. У нас гораздо глубже связь с телом, чем у машины. Но, тем не менее, я не тело. Это тело каждые семь лет меняется полностью. Все клетки меняются. Это доказано научно. Все-все клетки меняются полностью, кажется. Тело обновляется. Но я остаюсь тем же самым. Я не обновляюсь каждые семьи. Я могу меняться в возрасте. С возрастом жить становится тяжелее человеку, потому что карма все среднее действует на него. И он становится тяжелее с возрастом. Но качество души, характер человека остается прежним. Многие люди приехали опять на эту реакцию. Я вижу знакомые лица. Но вы постареет, да? На один год. Ну, точно такие же, как вы. Вы улыбаетесь. У вас тоже самый взгляд. Все тоже самое. Так есть грубое тело. У него тоже есть свое предназначение. Например, мы не можем игнорировать этот факт. Например, когда ребенок находится в утробе матери, грубое тело совсем маленькое, то в это время человек должен достигать духовное знание. В это время мать должна молиться. У беременной женщины такие же обязанности, как у отреченного человека. Она должна в молитве жить и в гармонии с миром. Она не обязана работать там, еще что-то делать. Она в это время получает, дает духовное знание своему маленькому ребенку. Когда ребенок рождается, он начинает расти, развиваться, то до пяти лет он получает знание о любви, об отношениях. Если у него очень глубокие отношения в это время с родителями, мать должна долго кормить грудью ребенка, чтобы он получал вот это развитие в отношениях глубокое, чтобы он верил в родственников, в отношениях, чтобы он верил в мать и так далее. Через молоко передается любовь к ребенку, любовь материнская. Видите, до пяти лет человек развивается глубоко в отношениях. Если он, допустим, беспризорник, у него нет родителей, у него это развитие как-то выпадает, ему очень трудно жениться, дружить такому человеку. Ну, то есть какие-то трудности у него в отношениях возникают. Дальше с пяти до тринадцати лет человек развивается нравственное развитие. Узнает, что такое хорошо, что такое плохо. Доброта, простота, отзывчивость. Все это развивается до тринадцати лет. С тринадцати лет до взрослого состояния человек развивается профессионально. Он учится, кем ему быть, работать там. Какое-то профессиональное образование должен был человек. Ну, так как мы не знаем всех этих вещей, поэтому мать, грудного ребенка, мать нашего ребенка работает, просто она не молится. Потом дальше ребенок маленький растет, родители некогда, они не кормят его грудью, они близкие отношения с ним не строят, им некогда бабушке отдают или нянечке какой-нибудь. И он не получает дальше вот это вот развитие душевных, ну, каких-то теплых качеств семейных. Дальше ребенок с пяти до тринадцати лет начинает уже с семи лет учиться в школе. Там нет нравственного образования, там математика, физика, химия. И ребенок тупеет в это время. И он хочет игры, то есть он в игре, ребенок, он живет. И игра нужна для того, чтобы знать, как правильно. Потому что дети, они часто ругаются, спорятся, спорят. И они в этом узнают, как правильно. Что хорошо делать, что плохо. Но если в эту игру включаются взрослые, помогают детям, то дети тогда еще лучше узнают, что хорошо, что плохо. Они узнают, что нельзя обманывать. Часто ребенку хочется обмануть, потом его наказывают за это. Или дети не дружат уже с ним. И он понимает, что обманывать плохо. Таким образом, ребенок развивается нравственность в это время. Ему неинтересно думать в это время, будет бухгалтером он или химиком, или физиком, или как лучше деньги зарабатывать. Ему это неинтересно. Ему интересно, почему Паша со мной дружит, а Маша со мной не дружит. Вот это ему интересно в это время. Он хочет понять, как строить отношения, как взаимодействовать с этим миром правильно в этом возрасте. И, видите, грудное тело дает свой отпечаток на предназначение. Тело малыша дает свой отпечаток на предназначение. Тело ребенка дает свой отпечаток. Потом тело юноши свой отпечаток. А потом, когда уже наступает 18 лет, время думать о девчонках в этом возрасте пришло. Видите, в этом возрасте пришло. То есть, видите, тело связано с возрастом. Приходит время, и человек начинает думать о любви. Само собой это происходит. Первая любовь, моя земная, уй, прой, глаз. Я на тебя совсем еще не знаю. Вижу, верю, верю, раз. Ну, то есть, человек встречается с любовью. В этом возрасте он очень склонен любить. Вот эти все телефончики, которые вы записываете в моей лекции, нам вам надо поставить на режим самолета. И тогда нас никто не будет беспокоить звонками. Поставьте, пожалуйста, чтобы... Сейчас вот мне звонили здесь. Чтобы не было звонка. Здесь вот лежат телефонные стороны. По крайней мере, вот по Самсуньку большому вот этому звонили. Да, просто режим самолета, честность. Мы же в самолете упали с вами. Мы сейчас летим в Знание. Поэтому нам надо, чтобы нам никто не мешал. Итак, с 18 до 25 лет организм, время приходит, и человеку надо любить, создавать семью, рожать детей. Но в наше время люди в это время даже не помышляют об этом. Они решают создавать семью женщиной в 30, а с 30 до 40 лет в наше время, чаще всего. Когда уже рожать тяжелее. А некоторые только начинают думать, что пора рожать, когда уже вообще почти нельзя рожать. Уже очень тяжело там. 35-45 уже очень тяжело рожать. Вынашивать ребенка, рожать уже тяжело. Мы об этом не задумываемся. Мы живем, мы думаем, что с 20 до 25 лет надо выучиться в институте женщины. Нет, это неправильно. В этом возрасте женщине надо выйти замуж, рожать детей и воспитывать детей. Потому что в этом возрасте у женщины очень сильная психика. Она реально способна вытерпеть эмоции ребенка. Чем старше женщина, тем тяжелее ей переносить эмоции ребенка. Она нервничает очень сильно, когда воспитывает маленького ребенка, если она уже в возрасте. Ей тяжело. Но молодая девушка легко справляется. У нее психика сильная, еще молодая. Она держит на себе эмоции ребенка, может легко выдерживать нагрузку психическую. Видите, время накладывает отпечаток на нашу жизнь. Дальше с 25 лет до 40 человек должен развиваться в социуме. Сами развития в жизни. Дальше с 40 лет он должен стать наставником. До, может, 55, до 60 лет человек становится наставником. Может, должен учить уже других. А дальше он должен посвятить свою жизнь духовной жизни. Его предназначение — это уже отношение с Богом. Видите, возраст накладывает свой подпечаток на деятельность. Допустим, я считаю, я буду рожать детей в 40. Ты можешь, допустим, так считать. Но так как ты не идешь в ногу со временем, поэтому ты будешь испытывать трудности большие в таком планировании своей жизни. Жизнь нужно планировать правильно. Как видите, одно понимание предназначения просто связано с грубым телом. С грубым телом. Грубое тело растет, и предназначение меняется. Так? Теперь дальше, движемся вперед. У души есть три составляющих жизни. Душа живет в трех плоскостях. Душа живет в любви. Это означает... Любовь — это много аспектов жизни. Это означает гармония с этим миром, с людьми. Означает счастье. Означает близкие отношения. Любовь означает возвышенные чувства, чувственное деятельность. Это означает также поэзия, красота, музыка. Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы остались, но осталась наша музыка. Это все любовь, это энергия любви. Дальше есть знания. Другая плоскость жизни души — знания. Знания — это не просто учитать и умножать. Это также малышей не обижать. Учать школе, учать школе, учать школе. Низки добрые люди и воспитанные вы. Учать школе, учать школе, учать школе. То есть это все знания. Знание также означает способность добиться чего-то в жизни. «Я все смогу, я для твоей оружии, своим дыханием земью обожаю». Это тоже знание. Некоторые люди понимают под знанием просто что-то теоретическое. Они думают, что знание означает, что это просто надо что-то выручить, и значит ты уже знаешь. Но веды разделяют три аспекта знания. Первый аспект — теоретическое знание. Второй аспект — практическое знание. А третий аспект — реализованное знание. Допустим, человек теоретически учится рисовать. Потом он начинает рисовать картину. Он может нарисовать картину, у него практически навыки уже есть, пожалуйста. Но когда он нарисует такую картину, которая откроет сердца людей, то это значит, что у него реализованное уже знание. Он может не просто нарисовать картину, а он может в картине душу открыть. Можно, допустим, теоретически выучиться стихам. Можно сочинить какой-то стих, как в мультфильме Незнайка сочинял. Как он там сочинял? Я поэт зовут Незнайка, от меня Балалайка. Я поэт, меня зовут Цветик, от меня вам всем приветик. И так далее, такие стихи. Это означает, что он просто начал практически уже истерикмом. Стихоплёстом заниматься. Но когда душа раскрывается в стихах, и весь мир становится виден очень глубоко, вот тогда это уже реализованное знание. Приятна мне Твоя прощальная краса, Люблю я пышную природу виданье. Вогрец и золото, одеты небеса, В двух стенях ветра шумы и свежее дыхание, И мглой волнистою покрыты небеса. И так далее. Я в детстве училась творение Кушкина. Красиво, да? Как можно так написать? Это же не просто репоплёстство, это поэзия сердца уже идет. Это сердце уже. Или Есенин. Месяц свои блёстки Алюка досыпал Стройные берёзки, Стройные берёзки Шепчет что-то не любо. Травы, травы, травы неустынные А тросы селены согнутся. Это значит, ещё не утро. И такие нежные надуви Прямо в сердце рьются. Значит, ночью кто-то поет. Красиво же, да? Это реализованное знание. Так, второй аспект жизни — это знание. В разных аспектах знание. По знаниям также подразумевают развитие характера. В Багово-Гитте написано 26 аспектов знания, что когда человек стремится к доброте, простоте, смирению, чистоте, решимости, твёрдости характера, стремится подчиниться духовному учителю, когда человек стремится к скромности, смирению, когда человек стремится к высшей цели жизни. Всё это называется знанием. А всё, что помимо этого, называется неведением. Господь говорит. Мы думаем, знание означает магиематика, физика, химия. Оказывается, знание совсем другое. Знание — это то, что даёт человеку совершенство жизни. То, что делает его счастливым. Есть ещё третий аспект жизни. Огромный слой жизни, который тоже очень волнует душу, потому что в душу третьих аспектов она не может жить без каждого из этих трёх. Третий аспект жизни — это жизнь. Это жизнь, а не смерть. Это желание жизни. Вечный покой, сердце вряд ли, брату ли, Вечный покой для седых пирамид, А для звезды, что сорвалось и падает, Есть только мы, ослепительный мир. Да? То есть время. Споется, а временем это есть. Что очень важно — жить в ногу со временем. Для души есть только мид. Она должна сейчас жить. Не завтра, когда я отдохну, а сейчас. Душа должна жить прямо сейчас. Для неё есть только мид. Итак, видите, три предназначения человека. Первое — предназначение Любови. Второе — Знание. Третье — Жизнь. Мы не можем жить без этих трёх вещей. Глупый человек не может любить. Если у тебя нет жизни, то тебе не до Любви, не до Знания. Болеешь, тебе не до чего. Все три аспекта жизни важны. Они необходимы нам в жизни. Но очень важно знать, что есть два типа рождения у людей. Одни люди предназначены для Любви, а другие — для Знания. И это предназначение, связанное с Любовью и сознанием, запечатляется в психическом теле человека ещё до Рождества. До Рождества. Этот тип предназначения Душа формирует перед тем, как родиться. Если Душа хочет гармонии с этим миром, она хочет отношений, любви, ласки, внимания, заботы, благодарности, теплоты, близости, то такая Душа рождается в женском теле. А если Душа перед рождением желает изменить свою жизнь, разобраться во всём, добиться чего-то в жизни, победить себя, то такая Душа рождается в мужском теле. Два предназначения в соответствии с Любовью и Знанием. Любовь — это предназначение женской судьбы, Знание — предназначение мужской. А Лечность — предназначение чьей? Жизнь — предназначение чьей? Мужской или женской? И то, и другое. Все хотят жить. И женщины, и мужчины. Никто не хочет умирать. В соответствии с этими тремя предназначениями, вернее, тремя, существует три главных психических канала. Самый главный психический канал течет от макушки по центру человека, как стержень. Этот психический канал называется сушумно. И он связан с энергией времени. Когда человек рождается, сушумно первое начинает функционировать. когда человек оставляет жизнь, она первая, без нее первая выходит жизненный воздух. С листью шумной выходит жизненный воздух, значит, человек не может жить. Все остальные каналы перестают питаться. Это главный канал, он связан с временем. Он связан с судьбой и временем. И он не принадлежит мужчине и женщине, он бесполый этот канал. Он центральный и главный. Есть два канала, которые находятся по бокам. Один канал с левой стороны идет психический. Он связан с энергией любви. И поэтому вся левая сторона человека имеет интимную природу, природу любви и отношений. Есть другой канал, который течет с правой стороны от сушубы. Он связан со знанием. И он имеет природу социальных отношений к каналу. С левой стороны течет канал, который называется Ида. Ида означает женская природа. А с правой стороны течет канал, который называется Ингала. Ингала означает мужская природа. Когда человек рождается женщиной, то у него Ида Наги. Наги означает канал. Ида Наги вот этот канал в три раза сильнее, чем у мужчины. С левой стороны у женщины энергия течет в три раза сильнее, чем у мужчины. Вот эта тонкая психическая энергия связана с любовью. И поэтому все тело женщины наполняется энергией любви. Оно становится нежным, чувствительным, отзывчивым, гармоничным с этим миром. Чувства женщины становятся очень сильными. Когда женщина развивается, чувства становятся сильными, способными очень глубоко взаимодействовать с этим миром. Все тело и психика полностью подстраиваются под необходимость любить. Гармонию с энергией любви подстраиваются. Голос становится тонким, нежным, характер тонкий, нежным, мышление чувствительное и так далее. Так природа создает возможность реализовать этот план жить в любви и гармонии с этим миром. Женское начало гармонизирует с этим миром. это касается всего, что связано с женским началом. Например, мы используем в лечении и понимании чисел. Допустим, если мы ставим два камня человека, куда-то два камня, то это женское число. И означает, что эти два камня будут делать гармонию, приносить гармонию. Но если мы должны победить болезнь, допустим, вирусы, там, или нет, мы должны ставить уже один камень. Один означает мужское число. Мужское число побеждает, разрушает, меняет все, создает перемены, имеет огненный труд, один. Число два имеет женскую природу, гармонизирует, дает гармонию. два, четыре, шесть, восемь, это гармония числа. Один, три, пять, семь, девять мужские числа. Не предназначены для гармонизации организма. Даже это чисел касается. Это касается всего. Есть женские цвета, есть мужские цвета, есть женская пища, есть мужская пища, есть женские растения, мужские растения. Женский климат, мужской климат, все, что угодно. Мужской климат разрушает или дает крепость человеку, это горы, ветер. Женский климат это море, морской климат женский. На море приезжают все получать здоровье. Есть женское место для жизни, это дом. Дом имеет женскую природу, а работа мужскую. Вот если все очень стены такие, как бы, все очень прямо, правильно, без лишних выкрутасов. Но дома все в цветочке, цветочке, кровать такая, не как на нежная, на вся нежная, на кухне все такое нежное, это женская энергия, энергия любви. Дом имеет женскую природу, работа мужскую природу. У женщины с правой стороны течет так же канал кинга-ланади, как у мужчины, но он три раза слабее, чем у мужчины. Поэтому женщине по природе очень сложно с позиции эмоций и чувств находиться в социуме. Женщина стесняется чужой обстановки, ей некомфортно находиться в тех местах, где ей незнакомы. Вот сейчас женщины немножко такие зажаты, потому что они попали в незнакомую обстановку. Им очень трудно адаптироваться, но завтра они будут уже все счастливы, потому что они поймут, что здесь место хорошее, все спокойно, и они будут радостно ходить, все изучать, общаться друг с другом. создавать свою атмосферу. Женщины создают атмосферу. Мужчины везде нормально себя чувствуют, то есть они в новом месте очень хорошо себя чувствуют, адаптируются, сразу везде лезут, вопросы забавят, пытаются всем все доказать, как правильно. Женщине очень трудно в социуме незнакомом себя чувствовать комфортно. а мужчине очень трудно комфортно себя чувствуют в интимных отношениях, особенно в незнакомых. интимные отношения означает секс, как некоторые думают. Интимные отношения означают беседа. мужчине очень трудно подойти к женщине и начать интимную беседу с ней. Классово разговаривает с ней. А если мужчина так себя ведет, женщина думает придурка. Потому что женщине с другой женщиной начать интимную беседу вот так подошла и начала разговаривать. Через пять минут уже обнимаемся все. Мужчины когда разговаривают они не обнимаются. Они раз посмотрите. Нормально мужик. Как жить? Раз подключать. Нормально. Ну, а ты хорошо себя чувствуешь? Легкий, нормально, давай. Молодец. Я тоже мне все классно. мужской разговор, да? А женщина «Ой, тебя радует ли ты?» близкие отношения. Разная природа, разное предназначение. Сейчас в этом мире все уравнивается. Женщина как мужчина, мужчина как женщина. а иногда и меняются наоборот местами. Потому что люди стали очень любопытными и интересно мужчине, допустим, очень интересно походить в женских одеждах. представить себе, как с ним мужчина будет заниматься сексом, что он как женщина. Очень интересно, как бы люди пытаются все изучать, что положено, что не положено, где лес. Потому что пытаются победить природу, развлекаться как-то необычным образом, да, импровизировать. Вот допустим, все носят вот такую прическу, а я буду носить вот такую. Посмотрим, как они среагируют. Может быть, это и интересно с точки зрения интереса, но человек должен учиться эффективно использовать свое тело. Я как-то приехал в Таиланд, и я, так знаете, не сильно такой сведущий в том, что в Таиланде происходит. я приехал куда-то делаю, иду по улице, и вижу тонкое тело человека, чувствую тонкое тело. Смотрю, идет девушка навстречу. Ну, то есть, девушка, то есть, платье, ну, сложно перепутать. Девушка, груди, платье, все, девушка, губы намазаны, но тонкое тело мужское. И смотри, мужчина идет, и он с бедрами, с грудями, с юбки, но мужчина. Тонкое тело нельзя переделать с помощью гормонов, пластических операций. Тонкое тело остается таким, как было. Оно не меняется. И предназначение человека так же не меняется. Мужчина не способен так глубоко любить, как женщина. Хоть он груди отрастил, хоть бедра, хоть юбки, хоть. И даже он может все половые органы там как-то перед поменять. Сейчас герогические всякие операции делают. Но все равно он не сможет стать женщиной. Для этого надо родиться женщиной, потому что формирование женского тела идет с тонкого тела, с психического тела. Сначала психическое тело формируется как женское, а потом уже только физическое. А тонкое психическое тело как женское формируется еще до зачатия. Таким образом даже до зачатия определяется будет человек женщина или мужчина. у мужчины в три раза сильнее идет психическая энергия по правой стороне. Поэтому правая сторона считается мужской, а левая женская. У каждого человека и у мужчины и у женщины. Например, когда люди думают о личной жизни, они интуитивно смотрят друг другу в левый глаз. А когда они думают о делах в правом в правом например, когда человек поет «Вижу я рассвет в твои глаза». Куда он смотрит? Правый или левый? Левый. Правильно. Интересно знать, что у женщины и у мужчины разная способность быть устойчивой. Женщина в своей жизни лежит от страха. Самая главная проблема у женщины это дисгармония. Страх возникает от отсутствия гармонии. Жизнь неконконична, неконична, неконична. Музыки только гармония истина. Женщина находит гармонию в отношении. Женщина стремится к гармонии. Самое сложное для женщины остаться в страхе. Страх означает нет отношений. нет отношений, нет счастья этой женщины, потому что жизнь наполняется страхом. Женщина не может быть один, она может быть только два. женщинам нужны близкие отношения, будь то сын, дочь, муж, мать, кто угодно, только близкий человек. А еще лучше четыре. тем больше, А десять еще лучше. Правильно выговорили. Тем больше, тем лучше. Женщина наполняется близкими отношениями. И жизнь становится очень устойчивой близких отношений. Ей нужны близкие отношения. И поэтому Бог ей дал магнетизм. Ее взгляд намагничивает людей, приколывает, создает семью, близость. семья строится вокруг женского начала. Нет женщин, нет родственников. Родственники означает есть мать. Мать создает родственное отношение. Она учит мужа, это же твой сын. Мать, ты посмотри, это твой сын. Она учит всех быть родственниками. Она дает знания родственных отношений к женщинам. Слышите? Таблоги поют постоянно музыкой. Раньше люди везде, во всех селах везде пели, а будут. И жизнь была на полном счастье. И играют музыка, песни, это будет хорошо. хорошо так же. Мы попали с вами в древнюю культуру. Неожиданно. И в этом атмосфере легко изучать знания. Легко изучать знания. лёжные лёжные и ёжные